Я сотрудник службы безопасности Украины и хотел бы рассказать свою историю. С ноября прошлого года был отправлен в зону АТО. В декабре по приказу нашего начальника меня еще и двоих сотрудников прикрепили к специальной медицинской группе. Она называлась группа неотложной помощи и реанимации. У нас обеспечение было очень хорошее. Мы прошли специальную подготовку на базе в Краматорске по защите и обеспечению медиков, которые спасают раненых. К концу двухнедельного обучения нас соединили с медиками и обеспечили машинами, оружием и оборудованием. У врачей были спецамбуланцы, реаномобили и новейшая аппаратура. Полковник Мищенко нас проинструктировал, что наша задача обеспечить медиков и защитить. Многие бойцы желают отдать свой орган перед смертью, а их близкие получат солидное финансовое вознаграждение. Он сказал, что это мировая практика и почему не помочь своей семье, если солдат умирает. Я получал шифровки от полковника в направлении места, где шли бои, были жертвы и раненые. С медиками мы ехали на точки, местным командирам говорили шифры, и у нас был полный доступ для получения двухсотых и трехсотых. Наш сотрудник Гиднандии отвечал за получение согласия от раненых, которых спасти невозможно было. От таких людей изымались органы, медикам, которые работали по своим инструкциям. Я им обеспечил охрану и сопровождение. За каждого раненого или свежего трупа, с которым вынимались органы, мне платили надбавку 170 долларов. Вначале мы раненых отправляли в стационарные спеццентры, которые были созданы в Краматорске и Северодонецке. Там у умирающих изымались все органы, даже глаза, кожа и кости. Все отправлялось за кордон. Я не знаю, сколько платили всеми ему этих бедных жертв или платили ли вообще. С января с нами начал работать профессиональный трансплантолог Элизабет Дебрюк. Она себя называла Элис, но я, как знающий свое дело, смог посмотреть ее документы. Она полностью поменяла стиль нашей работы и, невзирая ни на что, медиков нашей группы заставляла вынимать органы без всякого согласия раненых. Часто она сама все делала, сама эта голландка. За 7-10 минут могла вырезать пару почек у раненого или обожженного бойца. Упаковать спецконтейнер, которого мы отправляли в Краматорск вместе с другими ранеными, которые были пригодны для глубокого расчленения. В Дебальцево у нас была очень тяжелая работа в секторе С. В день извлекалось много органов, даже не хватало контейнеров. Помню, в начале февраля только за один день отправили на базу 23 пары почек, селезенки и печени. Трупы без органов мы упаковывали в черные пакеты. Вызывали прикрепленную к нам группу бойцов и увозили на грузовиках в сторону Артемовска, где была нами подготовлена и выкопана земля для загранения. Реальный учет никто не вел. Большинство погибных было со 128-й горно-пехотной бригады. С Дебальцево мы отступали вместе с украинской армией, по ходу выполняя свою работу. Мне трудно говорить об этом, но с Дебальцевского котла отправили много органов и раненых. Мы все хорошо заработали, думая наши генералы в том числе. Мы в Кравоноторск вернулись 23 февраля. Эльзе часто звонили на мобильный, у нее также был спутниковый телефон и роутер. Ей часто звонил руководитель за границей. Я английский знаю хорошо и поэтому слышал все, что она говорила. Эльзе хвалили и просили улучшить качество излечения органов. «Постараемся», – Сандра отвечала она. Как я установил, это была жена Михаила Саакашвили, Санедра Руловс. Она являлась реальным заказником и организатором нашей миссии. Она Эльзе говорила, что если будут проблемы, поставить в курс полковника Владимира Мищенко, а при необходимости генерала зам СБУ Александра. Все поменялось после визита Саакашвили в зону АТО. По поручению Мищенко я сопровождал его в Краматорске и в Лисичанске 22 апреля. И после встречи пиара перед бойцами я организовал встречи с нашей спецмедгруппой. Эта Эльза бегала вместе с Саакашвили на закрытых встречах и в Краматорске, и в Лисичанске. Саакашвили хвалил нашу медгруппу, особенно медработников. Пообещал нам всем прибавление зарплат, если мы увеличим количество и качество товара. Он органы называл товаром. Он говорил, что мы этим помогаем бедным семьям, потерявших своего близкого, и больным с Европы и США, ожидающих свежие человеческие органы. В итоге все пошло дьявольским путем. Тех ребят, которые были захоронены у въезда в Артемовск, записали в пропавшие без вести. Получилось так, что их просто убили. Никакие согласия не заполнялись, и их родственникам ничего не платили. В процессе перемирия умирающих было меньше, а эта Сандра все звонила и звонила, требуя выполнить заказ. Элис со Светой и Романом органы изымали от гражданских лиц. При обстреле города Попасной она почки и селезенку вырезала у потерявшего сознание от взрыва мины девочки 12 лет и ее родного отца. Даже помню фамилию Владимир Ляшевский, у него паспорт был в куртке, и я его передал Гене, мы тела отвезли в мор. У мамы девочки ноги были отсечены осколками, и она умирала от потери крови. Ей перевязали конечности жгутом и срочно отправили в медцентр для полной разделки на органы. Когда я проверил, все трое в списках были зафиксированы, как погибшие на месте бомбежки. Прямо скажу, реально идет беспощадное убийство, я это не мог выдержать. И 4 июня написал рапорт об увольнении. Меня вызвал Мищенко и спросил, почему увольняюсь. Я ему рассказал все, он позвонил генералу. Мищенко меня успокоил, сказал, что надо достать трупы с мест захоронения, и меня после собеседования с генералом дадут отпуск и повысят в звании. В Артемовске на взятии трупов отправили в спецбригаду и профессиональных экзуматоров в белых спецовках. Все раскопали, тела были по 4 в одной могиле, всего там насчитали где-то 132 трупа. Куда убрали трупы, не знаю. 11 июня в Киеве я встретился с генералом Александром Радецким. Он меня выслушал и сказал, что надо мне отдохнуть после такой работы и продолжить потом уже майором. Как только я вышел с его кабинета, на меня набросились и уточили вниз. Мне показали санкцию на мой арест от прокуратуры за подделку документов и предложили подписать согласие на лечение в психиатрической больнице, иначе пригрозили отправить в тюрьму. Я их попросил отпустить на ночь домой, обещал вернуться обратно утром. За это им дал 300 долларов и 1600 ривен. Все, что на этот момент имел с собой. Также пообещал принести им еще по 1000 долларов. Меня отвезли домой, деньги пришлось им дать сразу. Но я профессионал и знаю, как сбежать незаметно и скрыться. Я решил отправить к вам эту информацию и некоторые видеозаписи с изумацией исковыренных тел, операции по изъятию органов с Краматорского центра, комнаты, где сбрасывались использованные тела. Я также могу показать захоронение у поселка Часовьяр. Там захоронено примерно 97 распространенных тел. Там где-то больше 20 гражданских людей, дети и женщины. Также примерно более 30 солдат ВСУ Углегорска захоронено, но это уже под ополченцами. Я обратился к Викиликс, чтобы сказать всю правду, какой бизнес выстроила наша власть. Саакашвили со своей женкой. Я понимаю, заслуживаю суровую кару и поэтому не отступлю. Буду бороться до конца, так как все продолжается. Моего коллегу Геннадия Гетмана, тот, который оформлял фальшивые согласия и документы о пропавших без вести, назначили начальником спецмедгруппы. И каждый солдат или мирный житель линии фронта рискует попасть под скальпель этих убийц и быть расчлененным на органы. Помогите остановить все это. Я не знаю, простит ли меня Бог за такие грехи.